С ноги подсчёт без музыки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Совершать глупости, не бояться ошибиться в мелочах, призывает актёров режиссёр. Ведь всё это финтифлюшки. Никита Гриншпун ставит в Краснодаре спектакль по мотивам сразу доброго десятка чеховских юмористических рассказов. В каждой новелле отражается русская жизнь. Смешная и грустная, с её нелепостями и неповторимыми особенностями. Среди героев студент и молодая барыня, лакей и майор, певичка и плотник, дочь статской советницы и купеческий сын. Артисты перевоплощаются и сменяют роли. Раз, два, три, четыре. Настасья! Главную роль в финтифлюшках исполняет Анна Большова, известная по сериалу «Остановка по требованию» и шоу «Звёзды на льду». На сцене поют и играют, тонут и рыбачат, объясняются в любви и очаровываются жизнью вечные человеческие типы, запечатлённые чеховским пером. До премьеры меньше двух недель, поэтому график репетиций плотный. Актриса Анна Большова сейчас живёт сразу на два города. Она много работает, разрывается, правда, между Москвой и Краснодаром, за что я злюсь на неё очень. Мне нужно, чтобы она сидела здесь и уже принесла сюда свою трудовую книжку. Накануне премьеры финтифлюшек губернатор Александр Ткачёв встретился с режиссёром драмтеатра Никитой Гриншпуном. Говорили о творческих планах, новых постановках. «Это всё-таки главная сцена нашей Кубани, и мы очень хотели, чтобы действительно в театр возвращались лучшие постановки, лучшие режиссёры. Материальная база театра, естественно, росла и приумножалась. Ну и, конечно, чтобы вернуть в полное смысле этого слова зрителя к театру, как это было раньше, чтобы любые постановки их ждали. У нас есть все возможности это сделать, и я знаю, что подавляющее большинство жителей нашего края хотят, чтобы драматический театр Кубани был номер один». «Мы тоже очень хотим, чтобы был успех. Мы тоже очень хотим, чтобы зритель пришёл и оценил. Мы тоже очень хотим, чтобы всё получилось, и волнуемся по этому поводу. Труппы у вас великолепные, просто великолепные. У меня в спектакле заняты артисты, которым, ну они ещё мальчишки, как я их называю, им за 60, но работают они, как молодым не снилось». Молодой режиссёр стал известен благодаря своей работе в Московском театре нации, где его постановка «Шведская спичка» едва не выиграла золотую маску. Сейчас Никита Гриншпун – один из самых востребованных режиссёров страны. И, как отметил губернатор, Краснодарский драмтеатр должен стремиться к тому, чтобы на Кубани работали лучшие из лучших. Нужно привлекать других звёзд российского театра и кино. Евгений Вольский, Сергей Плотников и Денис Москаленко, 9 канал.